Впервые в регионе с 8 по 11 ноября проходит фестиваль театрального искусства «Золотая маска». Для него выбраны три площадки – в Иванове и одна в Кинишме. В область приехали артисты двух питерских и московского театров. И привезли нам постановки и для детей, и для взрослых. Обязательные условия участия в региональном этапе – спектакли становились номинантами или лауреатами конкурса «Золотая маска» разных лет. А вообще это уже 46-й город, который участвует в региональных проектах. И мы очень надеемся, что и здесь наш проект «Золотой маски» – это показ спектаклей номинантов и лауреатов премии «Золотая маска» – станет хорошей традицией. И вы неоднократно, если вам это понравится, сможете увидеть спектакль «Золотой маски». Стартует «Маска» 8 ноября постановкой «Шербургские зонтики». Это динамичный мюзикл о большой любви и глубоких чувствах, ориентированный в основном на женскую аудиторию. Исполнители из театра «Карамболь» Санкт-Петербурга с постановкой уже сжились, показывают ее на протяжении 9 лет. Этот рискованный проект увенчался огромным успехом, потому что поставить фильм Жака Деми на сцене было очень нелегко. Но результат оказался очень впечатляющим даже для нас, поскольку на эту премьеру в Петербург прилетали самолетами, приезжали, на части разносили театр Ленцовета, где была эта премьера. И самое главное, приезжал Мишель Легран. В конце спектакля он прослезился на сцене и сказал, что это лучшая постановка из всех, которые он видел. Спектакль непростой в исполнении. Это джазовая опера. Все диалоги артисты поют. Сюжет – адаптация легендарного фильма 64-го года с Катрин Денёв в главной роли. Об этой адаптации «Зонтиков» говорят. Умеренная ностальгия, поставленная с хорошим вкусом. Подходили и рыдали, и плакали, и говорили большое спасибо, что, видимо, были затронуты какие-то струны души, какой-то был отклик, который мы вызвали. И это, конечно, очень-очень приятно. Также ивановцам предстоит увидеть два спектакля Академического молодежного театра «Бесстрашный барин» и «Как кот гулял, где ему вздумается». Еще одну постановку привезли артисты театра на Фонтанке. Это спектакль в день свадьбы. Цены на билеты столичных труб не завышали, отметили в Департаменте культуры. Фестиваль еще не стартовал, а билеты уже раскуплены.